Привет, я Клиффхенгер, и это фильм «Конвой». Конвой из 35 кораблей во время Второй мировой войны перевозит груз по арктическому маршруту. Из-за ошибки разведки прикрытие бросает транспорт на растерзание немцам. Если Советы получат подкрепление, они отбросят немцев назад. Большинство людей не знает историю своей страны. Поэтому нам постоянно пытаются навязать ложный взгляд на события. Только зная историю, вы сможете понимать, что и почему происходит сегодня на самом деле. Чтобы не стать жертвой манипуляций, рекомендуем подписаться на YouTube-канал «Лекторий Достоевский». Это один из лучших каналов по истории. Там вы в простом и интересном формате сможете узнать о различных периодах нашей страны и известных личностях. Как жили люди прошлого? Во что они верили? Каких успехов достигла Россия? И какие ошибки были допущены? Об этом и многом другом на канале «Лекторий Достоевский». Только проверенная историками информация и самые интересные факты. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Фильм, основанный на реальных событиях, начинается с краткой исторической справки. Решающие сражения Второй мировой войны идут на Восточном фронте. Чтобы помочь Красной армии переломить хребет фашистской гидре, союзники отправляют ленд-лис – оружие. Доставка осуществляется морем и гражданским транспортом под конвоем военных судов. Немецкие подводные лодки непрерывно угрожают сорвать перевозки. Один из таких конвоев выдвинулся из Исландии в Мурманск. Расчетное время прибытия – 12 дней. На четвертый день моряки засекают немецкую подлодку, а следом взрывается один из торпедированных кораблей. Но едва субмарина показалась на поверхности, ей салютовала глубоководными бомбами союзная авиация, отчего та немножко затонула. На следующий день радистка Ранхиль докладывает капитану одного из гражданских судов Скару о ситуации. Позже, за обедом с экипажем, капитан предстает рассудительным и практичным человеком, не особо вникающим в юмор и не склонным к пустой браваде и куражу ради бахвальства. Наступает седьмой день. Флотилия при поддержке авиации продолжает свой опасный путь. Скар интересуется у радистки, что та думает о первом помощнике. Та рассказывает, что раньше он сам был капитаном. Слушая в позе лежа эфир, Ранхильд внезапно ловит чью-то морзянку. Вскоре о сообщении узнает капитан. Пригласив Старпома Мерка, они втроем обсуждают сложившуюся ситуацию. Конвой велят рассредоточиться и плыть в ближайшие русские порты. Старпом полагает, что причина для такого приказа – подавляющее немецкое превосходство. Положение усугубляет тот факт, что при любом выбранном маршруте корабли находятся в поле досягаемости немецкой авиации с норвежских авиабаз. Механик предлагает вернуться в Исландию, тем более, что с двигателем имеются проблемы. Однако Скар решает продолжить плавание и доставить вверенный груз в пункт назначения. Он сообщает боцману Ларсу новости, велев удвоить наблюдения. Теперь они могут полагаться только на самих себя. Позже капитан вызывает Мёрка для приватной беседы. Выясняется, что помощник, будучи капитаном, потерял свое судно. Его торпедировали. Несмотря на то, что весь экипаж был спасен, распространяться об этом не стоит. Матросы суеверны, а капитан без корабля на борту – к беде. Неумолимо наступает восьмой день пути. Радистка докладывает капитану о новом сообщении. Четыре корабля из конвоя были торпедированы. Мёрк напоминает, что можно вернуться, но капитан не преклонен. В Мурманск. Среди интернационального экипажа меж тем накаляется обстановка. Нервы у матросов сдают, что едва не приводит к дракам. Судно тем временем приближается к зоне тумана с минимальной видимостью. Мёрк замечает в бинокль корпус тонущего корабля. Он приказывает матросам подготовить спасательные шлюпки, после чего велит снизить скорость и подплыть поближе. Однако капитан, выйдя из своей каюты, напоминает, что конвою запрещено останавливаться даже ради спасения коллег. Он приказывает вернуться на прежний курс. На тонущем корабле раздаётся взрыв и разгорается пожар. Судно натолкнулось на одну из качающихся на волнах мин. Скар даёт команду «Стоп мотор», после чего велит отправить самых молодых матросов на защиту от мин. Отобранные старпомом юнцы спускаются по верёвочной сетке за борт корабля с баграми, чтобы отталкивать взрывоопасных стальных ёжиков. Перепуганный висящий на верёвке юноша древком отталкивает круглый кусок смерти подальше от себя, но и сам, не выдержав напряжения, сваливается в воду. Пока он выбирается, напарник-радист продолжает отталкивать бомбу от борта. Но верёвка, которой он был привязан, отрывается, и радист тоже падает в воду. Течением его относят от сетки вдоль сплошного железа, на котором не за что уцепиться. Боцман бросает верёвку, но слишком поздно. Одинокий матрос скрывается в тумане, лишь крик о помощи разносится над безжалостной водной гладью. Оставив позади радиста и пару мин, корабль продолжает своё путешествие. Потери товарища сказываются на всём коллективе. Сосед по каюте плачет, у капитана пропадает аппетит. Один матрос дежурно собирает вещи погибшего. Складывая книги радиста, он находит выпавшие расшифровки радиограмм об отозванном конвое и уничтожении немцами транспортников. Скар спускается в машинное отделение, чтобы успокоить механика, паникующего от страха. Позже Старпом сообщает ему, что среди экипажа поползли слухи о конвое, что было бы неплохо объясниться перед коллегами по нелёгкому морскому бизнесу. Прихватив из сейфа пистолет, Скар отправляется в кают-компанию. Он объясняет, что тысячи советских солдат ежедневно гибнут на Восточном фронте, и оказать им помощь, святая обязанность для норвежцев, прошляпивших свою страну. Престыженные матросы понимают, что должны выполнить долг. Вдобавок так жертва радиста не будет напрасной. Прибавляет убедительности словам капитана и торчащий в наплечной кабуре пистолет. На девятый день Мёрк пытается убедить Ранхельд принять его сторону и убедить капитана сменить решение, пока команда не подняла бунт. Не прибавляет оптимизма, горящий на горизонте другой корабль из конвоя. Немцы настигли его. Скар обвиняет помощника в трусости. Вместо того, чтобы выполнить приказ, тот заботится только о своей шкуре. Ссору прерывает весть о немецком самолете. Единичные люфтваффы заходят на атаку. Пулеметная очередь попадает по палубе, устраивая пожар, но бомба ложится рядом, окатив корабль водой и одарив борт небольшой пробоиной. Повторное бомбометание также проходит мимо судна. Зато стрелок сумел подпалить один из двигателей самолета в ответ. Мерк, заметив на палубе испуганного матроса, бросается за ним, чтобы привести в чувство. Оглушенный падением заряжающий, едва успевает вставить в пушку магазин, когда по палубе вновь проходятся авиационные пулеметы. Старпом видит, что одна из пуль достала парня, которого он пытался спасти, а другая попала в капитанский мостик, ранив скара. Капитана переносят в кают-компанию, чтобы оказать первую помощь силами боцмана и радистки. Мерк остается на мостике руководить маневрами. Пока матросы тушат пожар на палубе, фашист разворачивается для очередной атаки. Стрелок до последнего выдерживает паузу, подпуская цель поближе, чтобы одной очередью подбить сразу два двигателя. Не выдержав такого обращения, самолет падает в море и идет туда, куда хотел отправить корабль. На дно. Пока раненый Скарп от действия морфина спит, Мерк понимает, что теперь он за главного. Старпом предлагает держать капитана под морфием и развернуться обратно в Исландию, но радистка выступает против. Отправив ее на мостик, Мерк пытается склонить на свою сторону боцмана, но тот не желает вмешиваться в политические игрища. Ларс уходит, оставив Старпома наедине со Шприцем и Скаром. Вколов обезболивающее начальнику, Мерк забирает его пистолет на случай возражений со стороны экипажа, но передумав, убирает его в сейф. Вдруг отберут. В поисках единомышленников он спускается в моторный отсек, где механик сообщает, что двигатель вышел из строя и может работать только на малом ходу. Нужно полдня остановки на ремонт. Учитывая обстоятельства, это делает их идеальной мишенью. Сверившись со старой картой, Мерк решает идти на малом ходу по новому маршруту, к проливу, где немецкие самолеты не достанут, а ледники помешают подводным лодкам. Наступает одиннадцатый день. Мерк объясняет экипажу сложившуюся ситуацию. Корабль поврежден, капитан ранен. Они хоронят павшего товарища, прежде чем приступить к ремонту. На двенадцатый день судно продолжает плавание среди льдов, а Мерк продолжает колоть капитану морфин, чтобы удержать власть. Однако суровый климат приводит к обледенению. Даже зенитка замерзла так, что из нее не выстрелить. На палубе Ранхельд хвалит Мерка за его план, надеясь, что они скоро доберутся до территории советских солдат, которые прикроют судно от немецких атак. На тринадцатый день Старпом узнает, что раненый капитан исчез из своей каюты. В панике он бросается на его поиски, втихаря привлекая ботсмана. Спустившись в трюм, он видит, что из вскрытого ящика пропала одна винтовка, а позже находит очнувшегося Скара с ней в обнимку. Капитан интересуется, куда делся его пистолет, на что Мерк честно признается, что положил его обратно в сейф. Также Старпом рассказывает про свой план с безопасной стоянкой для ремонта, умолчав, что после этого хотел свернуть в Исландию. Разговор прерывает Ранхельд. У нее плохие новости. Какой-то самолет кружит над бескрайними льдами. Учитывая, что зенитка замерзла, обороняться морякам нечем. Капитан предлагает расчехлить одну из перевозимых в трюме лендлизных пушек. Но не имея возможности вытащить ее из трюма подручными средствами, стрелять придется через грузовой люк. Параллельно с этим Мерк осеняет идея выкрасить корабль в белый цвет, чтобы с воздуха было сложнее заметить на фоне ледников. Экипаж приступает к маскировке, не гнушаясь также использовать белые простыни там, куда нельзя наносить краску. Зенитчик доворачивает пушку в трюме, готовясь открыть огонь в попытке сбить разведчика. В это время Мерк высказывает предположение, что летчик мог и не заметить их, а просто лететь в этом направлении. Ведь если бы он увидел судно, то доложил бы своим, и сюда слетелась бы вся доступная авиация. Старпом предлагает не открывать огонь, чтобы не раскрывать маскировку. Немец пролетает мимо, так и не заметив перекрашенное судно среди льдов, к вящей радости экипажа. Мерк спускается к механику, чтобы узнать, что ремонт двигателя успешно завершен. Капитана же беспокоят полученное ранение. Старпом навещает его, чтобы справиться о самочувствии и доложить о завершении ремонта. Также Скар рассказывает, что морфин не обязательно колоть в сонную артерию. Однако он все равно доверяет ему управление кораблем, считая, что тот до сих пор принимал правильное решение. Радистка рассказывает, что немцев в эфире не слышно. Вспоминая ее слова, что нацисты вряд ли будут ждать одинокий корабль из конвоя через несколько дней после основной массы, Старпом решает возобновить движение к Мурманску, выбираясь из белоснежной ледяной гавани. Фильм заканчивается исторической справкой. За время войны 78 арктических конвоев перевезли в СССР 4 тонны боеприпасов. Лишь единожды за это время конвой был рассредоточен из-за ошибочных данных британской разведки. Из 35 кораблей того конвоя лишь 11 достигло пункта назначения. Этот инцидент является одним из глупейших просчетов Второй мировой, ход которой бесповоротно изменился зимой 1943 года, когда Советы одержали победу в Сталинградской битве. За время войны из 30 тысяч норвежских моряков около 4 тысяч погибло. Субтитры создавал DimaTorzok